Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала с вами снова я Володай и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fable 3 и в прошлой серии вы помните мы пришли на маскарад Клавкачу ну и собственно ознакомились с местным контингентом с людьми местами которые здесь немного непристойно себя ведут ну и собственно остановились перед этой дверью давайте пройдем в нее посмотрим что там ждет нас дальше это мой человек кит ты в порядке уходи немедленно где остальные все мертвые ловкать знал что ты придешь он ждал тебя что я до него доберусь а и маленькие пчелки хотят украсть на клавкача какая сработанность какая преданность какая наглость когда же вы научитесь наслаждаться жизни я наслажусь твоей смертью это сойдет что тут у нас девовоительница настоящая героиня небось и спальня такая горячая а теперь как и было обещано главное блюдо вечера гвоздь так сказать программа вуаля слушай постарайся уж мои гости развеселить ладно шоу ты ждешь что мы будем тебя развлекать ну конечно же это же просто игра радость моей колесо бед все просто я вращаю ты умираешь мы смотрим что сказать замечательно да уж и правда конечно замечательно подстава так подстава офигеть самые самые уродливые возразительные существа каких только видел этот свет чудно я так понимаю это хоба ну хорошо пойдемте выбора у нас принципе нету видимо придется немножко сразиться с хобами здесь сундук по дороге это уже хорошо подожди женщина не убегай давай начало смотрим сундук что у нас будет нём эликсир здоровья это подарок конечно вкача не ожидал такого ну ладно хорошо у нас уже вроде немало накопилось вы будете хохотать смеяться плакать да что там рыдать выпускайте хобов ну посмотрим кто из нас будет рыдать так ну что вот их оба вот это идеальное конечно было убийство по моему на мой взгляд просто идеальное но пока что это больше реально напоминает развлечение нежели какую-то реальную опасность пока что все просто а вот теперь пришли хоб посложнее немножко так давайте ка их магией вырубим чуть-чуть так женщина ты не хочешь мне помочь нет по-моему не очень нахочник налагать это конечно печально немножко да что ж ты будешь делать ох и фига себе он отгубил так еще вроде как двое осталось а теперь последний вот он идет а нет еще двое какие живущие гады а этот еще выжил фига себе недолго прожил отлично вроде бы все ну что какие сюрпризы еще приготовил вам в кач а теперь хоба маги ну конечно вот это кстати будет посложнее немножко вот офигеть что мы сделали он надел его рот на пистолет и застрелил его неплохо надо сказать очень неплохо так главное могу убить наш мак призывая других отлично надо мы убили так поступаем чуть-чуть да блин как выпрытки ух ты чёрт да блин офигеть ну что все или не все или еще волна будет выжить боевые задания неплохое конечно задание но это пока нормально справляемся вроде выжили но мне кажется только начало иногда мне даже жалко этих отвратительных тварей но это быстро проходит и я опять радуюсь резне ловкач хуже чем я думала что должно твориться в голове того кто это придумал да и вправду конечно мне это напоминает древний какой-то колизей просто какие-то представления для богачей когда рабы бьются не на жизнь на насмерть печально конечно что так все происходит но здесь потом мы сможем отомстить ему поток рассказов о моих великих деяниях так же вечно как вращение этого колеса какие беды предскажет она нам на радость в этот раз ну мне кажется мы должны провести все эти беды чтобы добраться до ловкача ни один праздник не обойдется без этих господ пышных снаружи и пустых внутри пустотелые что ли блин не люблю я их честно говоря не очень люблю живее и чем скорее мы покончим с этим безумием тем скорее получим шанс убить его кача это точно и еще один сундук в нем наверняка тоже будет алексир здоровья но пока что мы справляемся вроде и без них но на самом итоге приходится богов враждебных реально много а алексир замедление времени ну тоже в принципе вариант ну что же интересно да начнется раздел катуш привыкли руки к топорам так ну вот и пустотелые давайте приготовимся у них много реально ну конечно первая волна будет слабая а вот последняя будет уже сильная сколько здесь получается по три волны по моему если правильно понял так посмотрим это еще волна и и и это и и и и и и и и и не пустили на эту маскарад. Могли бы тоже какую-нибудь маску его здесь в принципе со мной пустить. Она бы вот очень могла, мне кажется, грызла бы этих пустотелок. Так, а теперь нам нужно перекусить, наверное, чтобы здоровье восстановить чуть-чуть. Потому что немного все-таки они поотняли. Отлично, следующая волна. Ох, блин, вот эти жесткие, ребята. Их много, смотрите. Так, скорее надо в сторону откатиться. Да офигеть. Тут у меня еще и молния бьет. Нехорошо, это совсем нехорошо. Ой, жесть, как их много. Обалдеть. Так, давайте-ка призовем, наверное, этих существ нам на помощь. Отлично, один есть. И еще один. Нет, он не умер. Офигеть. Еще подлетели, а с теми еще не справился. Вот это жестко, конечно, очень жестко. Офигеть. Так, ладно, главное все время соблюдать дистанцию, чтобы они смогли меня атаковать и отстреливать их по мере возможностей. Ну, вроде пока получается более-менее. Вроде их уже гораздо меньше осталось. Ну, отлично. Справились, что ли? Какое душераздирающее зрелище. Мы хотели насладиться поэзией жизни и смерти, а ты не хочешь умирать и все нам портишь. Ну, я тебе обещаю, что ты умрешь, собственно, и насладишься. Я читал раньше по статилах, но думаю, я никогда в них не верила. Хоть бы это поскорее закончилось. Да, и вправду. Поскорей бы уже. Ну, чувствуется мне, что еще пару раз, как минимум. Крутись в колесо, порадуй нас зрелищем чужих страданий. И, кстати, я заплатил этим кровожадым наемникам из своего кармана, золотом, которое я отнял у народа. Так что пусть работают на совесть. А кто это? Что это что за птица? Блин. Интересно. Наемники. Наконец-то. С ними хоть я знаю, как драться. А, так это просто бандиты будут, что ли? Почему-то символ птицы был нарисован. Какого-то орла символ. Ладно, сейчас сами все увидим. Эликсир призывания существ. Отлично, то что нужно. Дождемся тогда, наверное, второй волны и потом призовем. Пусть они безграмотны за то, как управляются с мечами. Начинаем. Ну, давайте. Начинаем так начинаем. Да, просто бандиты обычные. Ну, в принципе, это, по-моему, самое простейшее, что может быть. Так. Вот так-то. Один готов. Надеюсь, тут качу нравится поставление. Ох ты, блин. Так. Уходим в сторону. Скорее, перезаряжайся. Отлично. Блин. Всего трое осталось. Последние ножи, давай. Отлично. Ох, нифига себе прилетело. Откуда? Вот этот мужик кидает, видимо. Он сейчас снова кидает. Ну да, подходи в круг. Зайди в круг скорее, ножи. Господи боже мой. Ладно, давайте-то я просто в него пусть помогаю. Так, ну и призовем, наверное, существ. На всякий случай. Пускай нам помогут. Так, немного помогли даме. Забыла, как ее зовут. Помню, что она главная в этом ополщении. А как зовут ее, не помню. Ну, вроде, пока нетрудно, на самом деле. Открыть эти призрачные существа, помогать. Почему мне, кстати, там, по-моему, нормально так валятся. То ли просто я сам хорошо справляюсь. Но, вроде, пока все получается. Так, вот это надо вырубить. Здорово. Отлично. Вырубил. Обожаю свою авиацию. Надо будет побольше его, конечно, и получше. После того задания сразу же отправиться обратно. Ох, нифига себе, что это такое было только что. Немного недопонял. Ох ты, жесть. Какой здоровый дядька. Так, ну давайте вырубим его магия. Эй, попал, попал. Попал. Блин, а он живучий. Очень живучий. Офигеть, да ты издеваешься домой. Офигеть, да ты издеваешься домой. Блин, попадает. Как же вырубить-то, блин. Даже молния не помогает. Вот, отлично, наконец-то. Сволочь такая. И откуда у мадитов в простых таке так и умение пользоваться огнем. Я, как и обычно, слукавил насчет оплаты. Платить договорились за каждое убийство. Так что ты мне помогаешь сэкономить. Браво. Какой же он бензлодей и подонок все-таки. Как же хочу поскорее до него добраться. Я видел ужасные вещи, но столько смертей никогда. Ловкач за это заплатит. Да, это точно. Он за это заплатит. Хватит игр, Ловкач. Они такие забавные, этим забавам все мои гости рады. Вращаем колесо. Так, ну и что у нас еще осталось? Кто это, что это такое? О, это совершенно особый случай. Подожди, скоро ты увидишь, что для тебя припасено. Не нравится мне значок, совсем не нравится. Да уж, ну ладно. Что теперь? Мы не сможем страдаться вечно. Но попробовать точно стоит. Как-то мне не нравится настроить эту даму. Вроде королева ополчения всего города Нюглушвиль-Сити, и при этом как-то очень так настроена она, надо сказать, пессимистично. Я встретил всех славных созданий в очень суровом краю, далеко от пышной зелени Альбиона. Мне нравится сводить вместе две культуры, и смотреть, какая из них умрет первой. Да уж. Дамы и господа, прошу любить и жаловать. Песчаные фурии. Ох, это что-то новое. Офигеть. Песчаные фурии. Хорошо, посмотрим. Блин, а они жёсткие. Если я то с такой ремень не бью. Что же я буду делать, когда их могут сюда прибежать? Так, ну парочку убил. Теперь скорее магия. И уходим в сторону. Блин, промахнулся. Да уж, шустрые засталки. Эти фурии. Надо, наверное, так же, в далеко отстреливать лучше. Офигеть. Да блин. Ох, мы во жизни, надо легче здоровье выбить. Блин, опасность, это очень опасность. Сколько их ещё будет? Ай-яй-яй. Боже, давай. Умри ты уже, наконец. Блин, где женщина? Что она там делает? Пойдёмте к ней сходим. Тоже кого-то отстреливает. Может, от магии быстрее будет? Не знаю, отстреливает. Наверное, не похоже на то. Но по крайней магии не надо перезаезжать. Как револьвер. При этом всё-таки она немножко их тормозит, и они двигаться не могут. Поэтому, может, и имеет смысл магии немножко. Обовлекаться. Ну, блин, пока здесь много их. Офигеть. А у нас больше не осталось эликсиры образования. Никакого у нас, в принципе, ещё не осталось. Кроме пяти штук эликсиры замедления времени. Давайте воспользуемся, как это было. Мы помним, что нам туда же. По крайней мере. Где-то возможность усилить, может, из пистолета. Поддерживанием клавишей наработать. Так, четыре фурии осталось вроде. В принципе, ну так много, но всё равно опасно. Опасно тем, что они быстро ещё и через меня кидают. Так, ну теперь вроде проще две осталось всего на всё. И последний? Ну уже, давай. Замечтательно. Но это было непросто, нифига не просто, да уж. Надеюсь, что это всё. Надеюсь, что последней была комната. Разве не потрясающе это зрелище? Но всё-таки строитесь. Нельзя же так неприветливо вести себя с наземными гостями. Какая же он сволочь всё-таки, а? Ох. Всё, с меня хватит. Да, и с меня, пожалуй, тоже, на самом деле, блин. Сколько можно участвовать в его играх? Пора уже надрать ему задницу. Вы, святоши идеалисты, способны видеть мир только в чёрно-белом свете. Но, вообще, я согласен. Игра начинает отомлять. И гости мои уже волнуются. Не успокойтесь, милочка. Барри Хэтч и тебе позаботятся. Как насчёт немного поплясать? Ох, офигеть. А ты та ещё штучка, а? Я всё-таки таких дамлюблюд и прям... Эй, ловкач! Нет. Да что ж такое. Вы звери хоть знаете, как трудно найти хороший персонал? Хотя, по-прежнему, ну, можно ослаждаться зрелищем. Если есть тайное общество, то должны быть и тайны. Офигеть. Какая тварь. Кто это, оборотень? Ну, что же, оборотень? Окей. Ох, прям тут. Ох, даже двое. О, нет. О, нафиг. Какой он быстрый. Так, давайте, Алексей, для него время ещё раз. Воспользуемся. Один готов. Блин, ещё один спорит. Офигеть. Ох, жёстко. Очень жёстко. И маги практически не отторможут, к сожалению. Блин. Вот это будет трудно. Очень трудно, мне кажется. Офигеть. По-моему, убил ещё одного. Офигеть. Офигеть. Да ладно. Какие же они жёсткие. Офигеть. Да, маги их совершенно не богат. Вообще нисколько. Дерево-лёстко, к сожалению. Блин, стрёмно. Не хотел бы с таким постёпом. Отлично, убил. Блин, ещё прыгает. Да вы издеваетесь недавно. Ну давай, подходи в этот круг. Нравится? Ах ты ж чёрт. Видимо, не очень ему нравится. Ай-яй. Блин. Сколько я уже убил этих тварей? Она там с одним не может справиться. Скорее бы уже если она справилась, помогла бы мне. Ну, видимо, я ей помогу скорее. Да уж. Ещё один. Так, по-моему, хоть другой. Или нет. Или такой же. Офигеть. Блин, какие же они быстрые. Откуда-то он их взял, таких? Тварей-то. Ой-ой-ой. Так, эликсир скорее выпить надо. Ну же, скорее пей. Отлично. Так, давайте исполниться с замедлением. Да он даже с замедлением какой быстрый. Офигеть. Вот это посмотрите на это. Да уж. Фу, я уже немножко подустал даже. От таких эпичных сражений. Надеюсь, что всё. Надеюсь, что последний остался. Почему сразу на меня агрится? Слушай, на неё. Хотя нету ли на неё. Отлично, справились. Фу. Больше тебя на праздники не приглашаю. Берегись. Ой, жесть. Спасибо большое. Что сказать? Не смог я из тебя повесить гостей. Как не культурно с твоей стороны от них избавляться? Теперь твоя очередь, ловкач. Да ладно. Он Нео, что ли, из Матрицы? Как он так сделал? Девочка моя славная. Может, хватит уже ссор? Мы втроё могли пойти ко мне и как следует повеселиться. Ты хоть знаешь, кто это? Это брат Логана, принц? Брат короля? Настоящий герой? Я никогда не встаю между родственниками. Ну, хотя, вообще-то, было как-то... Ладно, удачи вам. Играйте революцию, может быть, ещё увидимся. Пока-пока. Эй, вернись. Чёртов трус. Никто не возражает, если мы прямо сейчас выйдем отсюда. Про этого парня-то я и забыл. Он, наверное, там несколько горки печей отложил за всё время, пока мы тут снизу воевали. Потому что, блин, столько здесь тварей было всяких разных. Это, конечно, обалдеть. Сохранение. Я давно нас, как-то не радовался так сохранению, блин. Это было очень эпично. Жаль, что мы так и не добрались до Лавкача, на самом деле, очень жаль. Не думал я, ребят, что рядом со мной будет особо кровеской кровью. Но мы с братом совсем разные. Повстанцы не Гуршвили, а последуют за тобой без вопросов. Если ты помещаешь перемены после того, как сядешь на трон, бедность, детский труд, жизнь в страхе, ты должен положить этому конец. Ну, ещё одно обещание. Ну, конечно же, положу, естественно. Обещаю. Обещание от Валдая. Семь клянущих эксплуатации на родном Гуршвили будет приключена. Принять. Подпись Валдай. Ну хорошо. Надо возвращаться. Нам еще нужно спланировать революцию. Да уж, революцию. Сначала, пожалуй, портал посещу, если ты не против. Так, ну сейчас, наверное, Катереза появится. Снова Скорр, это какой-то молодец. У тебя ещё не союзники. Бла-бла-бла. Здесь станет ещё больше народа около этих пород. Это, конечно, офигеть, сколько не собралось уже людей. Теперь не Гуршвили его подпольное сопротивление на твои сторони. Но нужно ещё много сделать, прежде чем ты займёшь трон Альбиона. Ну, я, собственно, в этом не ценевался. Так, давайте теперь смотреть. У меня много-много печати накопилось. Могу здесь всё скупить. Ну, кроме разве что лютня. Потому что просто не хочу пирожника тоже. А... Кузнец. Хулиганские выражения. Всё-таки какая-то ерунда. Так, а с другой стороны не было сундуков. А нет, один есть. Кулак воли. Отбрасывай тебе врагов. Топивайся больше урона. Бросай их на стены и сталкивай с усаты. Ну, давайте, в принципе, попробуем. Почему бы и нет. Жалко, конечно, 40-50 тратить на магию. Но... Тем не менее, мне мои молнии совсем не нравятся. Может быть, стоит какой-то более поменять. Так, принять. Отлично. Теперь давайте глянем, что там ещё у нас есть. Какие сундуки. Потому что... Надо потратить все эти печати. Потому что, если погибаешь, они все теряются. Так, лютня 4. Пирожник 4. Пирожник 4. Кузнец 4. Воровство. И агрессивные выражения. В принципе, совершенно бесполезные вещи. Не то, что здесь. Дальний бой уровень 3. Вот то, что нужно, на самом деле. Вот это я с удовольствием изучу. Теперь у меня будут ещё мощнее револьверы. И, в принципе, надеюсь, что ещё быстрее перезаряжаться будет. Наноси больше урона своим огнестрельным оружием. Принять. Отлично. Ну-ка, заценим. Ух, какой он теперь стал красивый. Диаметр револьвер. Офигеть. Ну, хорошо. Так, и это, видимо, магия. Тоже неплохо. Тоже, конечно же, выучим, естественно. Будем больше урона магии наносить. Принять. Так, ну и, по идее, у нас ещё осталось 6 печатей. То есть, ещё можем что-нибудь изучить и улучшить. Пойдёмте смотреть. Хотя, по идее, много уже открыли, но ещё не всё. Так что у нас тут комплект красок нам нафиг не нужен. Заклинание Вихрь. Вызывает смерч, поднимает врагов в воздух. Он крутит и швыляет их, не давая атаковать тебя. Блин, а тоже интересная тема. Давайте попробуем, в принципе. Ещё бы и нет. Ну и, по идее, это, в принципе, всё. Осталось 26 печатей. Нам, наверняка, уже ни на что не хватит. Поэтому давайте просто покинем это место. А, так там, по идее, сейчас открывается новый ворот или новые... То есть, новые сундуки должны быть там или нет? По-моему, да. По-моему, так оно и есть. Посмотрим. Да, отлично. Ещё новые улучшения доступны. Ну, мы уже всё потратили на предыдущие, но, в принципе, ладно. Ближний бой из 4 уровня. Будем иметь в виду, по крайней мере. Дальний бой из 4 уровня, ну и, конечно же, магия. А с этой стороны, что у нас? Пугающее выражение. Выучи выражение рычания, зловещий смех и кровожадный лёв, чтобы напугать весь Эльбион. Ну, в принципе, изучим просто по приколу, чтобы было. Просто для коллекции. Быть может, когда-нибудь пригодится. Я просто помню, во втором Фейбл там были такие задания, где нужно было кого-то напугать. Поэтому, пускай будет в запасе. Но поливаться, конечно, просто так в обычных ситуациях мы ими не будем. Ну, в целом, замечательно завершили задания. Жалко, конечно, что не добрались мы до ловкача. Видимо, ещё не раз устроят нам какую-нибудь западню и ловушку. Речь скоро начнётся. Что происходит? Всем гражданам собраться в замке. Королевская речь вот-вот позвучит. Это не к добру. Тебе надо выяснить, в чём дело. Я бы пошла с тобой, но у нас есть причина остаться под землёй. Увидимся на базе, когда всё закончится. Хорошо? Так, ну для начала давайте воспользуемся убежищем и поменяем перчатки. Как видишь, твоё обещание Дайна Пейдж появилось на стене. Да я очень рад, Джаспер. Спасибо, конечно, каждый раз за напоминание, что я много кому чего должен. Так, ладно, где у нас магическая комната? Честно говоря, подзабыл. А это нет. В комнату Life. Нет, это не то. Значит, здесь. Да, отлично, вот тут. Оружейное второе распоряжение. Спасибо большое. Итак, что мы убираем? Ведяная буря. Шок. Нет, не хочу ведяная буря. Вот, хочу кулак воли. Кулак воли. Отлично. А в другую руку возьмём вихрь. Нет, подождите. Я снова подзабыл, как взять в разные руки. Подождите, что-то я торможу. А, вот, по-моему, разные, да? Да, по-разному нарисованы. Ну что ж, отлично. Получается вихрь плюс кулак воли. Замечательно. Эти две рукавицы хорошо дополняют друг друга. Удачная охота. По-моему, только жесток, как бы я ни надел. Поэтому я тебе не очень-то и верю. Но, тем не менее, спасибо. Так, ну что же. Она ждёт королевская речь. Интересно, что же там скажет король. Об этом мы уже узнаем в следующей серии. Потому что у нас стало время прощаться. Как это не прискорбно. Но для начала, грех было бы не испытать новую рукавицу. Поэтому давайте куда-нибудь в сторонку от страшника отойдём, чтобы он беспокоился. И попробуем применить две новые магии. Посмотреть на них. Что из этого получится. Давайте по полной зарядим, чтобы оценить всю мощь этих заклинаний. Ну и, собственно, как-то так, как-то так. Не знаю, надо на рогах испытывать, короче. Ну что ж, друзья. На этом всё на сегодня. Большое спасибо за просмотр. Это была игра Fable 3 на канале ПикТайп. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока.